всех приветствую я елена канал дачный креатив мы собрали практически все томаты которые уже у нас покраснелись теплиц там остались зеленые или немножко буреющие у нас в этом году немного мы выращивали томатов всего 5 видов один гибрид и 5 сортов гибрид pink paradise розовый и 5 сортов томат дикая роза томат биф хурма черри златовласка и томат челнок я обещала показать их в разрезе сейчас отберу каждого томата по две штуки и разрежу вдоль и поперек покажу какие семенные камеры скажу свои впечатления вкусовых качествах ну и конечно прочитаю то что написано на пакетиках какие характеристики дает производитель сначала добегом до теплицы покажу где у нас выращиваются томаты как она с теплицей что у нас там осталось на данный момент сколько томатов еще зеленых висит на ветках покажу что осталось там уже немного томатов так ну вот отсюда начинаем здесь биф вот такой он высоты здесь явно больше метра почему-то он отсюда подвязан там тоже биф вот такие крупные томаты очень много было их на одной грозди так это хурма здесь челнок тоже уже муж все поснимал так это тоже хурма вот эти томаты томаты это роза дикая роза такая тоже крупные томаты вот еще отсюда покажу хурма тоже достаточно крупные так здесь черри златовласка там тоже сзади хурма тоже уже может снял все вот это пинг парадайз не очень они крупные когда они сейчас как-то покрупнее вообще мы снимали их они такие средненькие среднего размера так он там розовый я вижу тоже продать ну и здесь биф вот биф я хочу сказать какие-то они странные здесь они круглые вот это вероятно все таки это пересорт здесь они вот такие крупные добив да и из одного пакетика как а это вот они такие вот смотрите написано биф я перепутать не могла я внимательно все очень а здесь вот такие это тоже кстати говоря другой кусты это тоже биф вот такие себе в какие-то все разные у меня томаты так мы все показала вот совсем немножко у нас осталось здесь томатов ну да сгазли с ними ну и сейчас покажу разрежу подберу каждого по две штуки и разрежу вдоль и поперек разложила я их группами вот это pink парадайз такие розовые они очень крупные хотя в теплице сейчас висят еще зеленые значительно крупнее так это хурма такие они зеленые потом становятся желтыми а потом когда уже полностью созревшие они прям как настоящая хурма экземпляры были побольше кстати говоришь от они вот почему тоже помелче вообще были очень крупные так теперь здесь это там отбив очень крупный и очень урожайный а здесь челнок через латовласка но их немного уже потому что мы их подъедаем мы их ставим моим ставим рядом на кухне рядом с чайником и делаем себе чай кофе и приедаем их течение дня так что у нас их мало в общем то остается мы их моментально съедаем а вот эти такие странные это дикая роза вообще по поводу дикой розы я сразу хочу сказать вот смотрите цвет томата на упаковке там реально розовый но на самом деле они не такие уж и розовые вот пинк парадайз они действительно розовые дикая роза такие они в общем то я думаю там немножко на фотошопе или на картинке либо у меня пересор но и теперь уже буду показывать что он в разрезе автомат начну с дикой розы вот такая упаковка здесь томат даже не розовый а прям малиновый на самом деле он не такой розовый производитель аэлита удачный урожай москва так томат дикая роза раннеспелый розово плодный сорт для открытого грунта и пленочных теплиц от сходов до плодоношения 105 110 дней индетерминатная высотой 150 120 плута круглый масса 300 350 урожайность 6 килограмм на квадратный метр в общем-то урожайность действительно хорошая много было томатов на кустах вкус превосходный сорт жаростойкий устойчив к засолению грунта и вирусу табачной мозаики рекомендуется формирование в два стебля вот такая упаковочка вот такой он должен быть розовый сейчас покажу что в разрезе этот не буду этот вот эти разрежу так вот так один так разрезаем и второй режем вот таким образом так ну вот так получается вот такие семенные камеры здесь очень ароматный и сладкий сладковатый вкус кисло-сладкий мужу очень нравится он их практически съедает вот мы съедаем черри в первую очередь и вот дикая роза и пинг парадазь очень вкусные сладкие такие но все-таки наверно разрежу тут потому что эти не не до конца дозревшие так сегодня будем есть салат много много потому что много нарезали получится что многие нарезала вот такой так в этот раз я все помыла для того чтобы потом можно было спокойно есть так еще раз напоминаю это была дикая роза так следующий томат челнок это сливовидный томат разрезаем разрезаем так и сейчас разрежу и тогда прочитаю что какие у него характеристики так вот так это поперек и продольный разрез вот так но это шикарные томаты сливовидные для консервирования очень подходит очень хорошо но они крупноватые сливовидные по мелочи можно консервировать в собственном соку как-то делали так ну вот сейчас пока не пускай так чтобы посмотрели полежать я пока почитаю что здесь на про них написано так челнок ультра ранний холдостойки не требует посынкования и подвязки это детерминатный сорт челнок так ультра ранний штамповый сорт не требует посынкования и подвязки для открытого грунта период сходов до начала плодоношения 85-120 дней растение прямостоячее высокой 40-45 сантиметров плоды красные мясистые удлиненно овальные 50-60 грамм вкусовые качества отличные транспортабельность и так далее в общем важное качество него что он холдостойкий его можно рано высаживать и он успевает отдать урожай до массового распространения фитофторы здесь так написано рекомендуется для употребления в свежем виде засолки и цельноплодного консервирования ну нормальные томатки сладкий вкус конечно не сравнил с тем что продается в магазинах так я вообще люблю стивовидные томаты вот такой пакетик что я хочу сказать про него по поводу того как он вырастает у нас два кустика томата челнок один маленький действительно как детерминатный а другой высокий больше метра наверное метр двадцать вот тоже непонятно что это такое как у нас сейчас продают семена но и там и там то есть они по форме и вкусу они соответствуют а тому что написано на упаковке так следующее томаты биф который у нас самый самый урожайный у которого было очень много я уже много раз показывал там грозди были по семь по восемь вот таких вот огромных томатов как только выдерживали кусты такие томаты так сейчас читаем про них так томат биф средний ранний сто восемь сто двенадцать дней салатное назначение в парниках с временным пленочным укрытием растение детерминатное опять же пишут что это детерминатное шестьдесят семьдесят сантиметров у нас они огромные полтора метра точно требует умеренного посынкования плоды очень крупные мясистые насыщенно красные массы 200-250 грамм вкусовые качества высокие комплексная устойчивость к болезням сочетание крупноплодности ранних сроков созревания и товарности рекомендуется для употребления в свежем виде то есть это не для консервирования салатный сорт вот он как есть так и есть красный как он здесь на картинке нарисован так он и есть семена седек и сейчас что у них там внутри разрезаем раз вот такая здесь в общем-то баланс и сока семенная камера достаточной сока и мясистости салата вообще очень я считаю что хороший томат вкус у него кисло-сладкий то есть у пинк парадайз и у дикой розы все-таки больше сладости здесь обычный кисло-сладкий вкус но опять же говорю не то что продается в магазинах в общем для салата отличные помидоры отличный томат так теперь разрезаем вот таким образом почему разрезаю вдоль и вперёк чтобы было лучше видно семена и камера вот вот так лучше видно видите здесь и есть и мякоть и сок нормальный хороший томат вкусный мы довольны в общем-то в этом году всеми томатами которые мы выращиваем у нас в этом году томаты нас радуют в отличии от перцев так еще раз напоминаю томат биф так теперь хурма так хурма очень популярный сорт с нежной гладкой мякотью масса 240-300 грамм опять удачный урожай москва аэлита вот такой соответствует он картинке прям похоже действительно на хурму он еще если бы до конца повисел бы на кусту то он был бы еще более оранжевым то есть мы и такие снимали более оранжевые так отличный салатный сорт для теплиц и открытого грунта среднеспелый 110-115 дней детерминатная высота 70-100 плоды массы 240-300 с повышенным содержанием бета-каротина мякоть сладкая и сочная и вкусная выраженный 6-7 кг на квадратный метр вот это не самые большие экземпляры они были у нас и больше сейчас уже конечно конец лето были действительно и больше и томатов достаточно много на кустиках так ну вот показываю прям настоящая хурма посмотрите там хурма хурма ну вот здесь тоже семенные камеры с соком и мякоть здесь так видно хорошо достаточно много сока достаточно большие семенные камеры так вот такой томат так и теперь что у нас пинг парадайз так пинг парадайз гавриш а семена ведущих мировых производителей очень этот сорт хвалят гибрид это гибрид а все что я показывал до этого это были сорта это гибрид селекционная семеноводческая фирма гибридные семена саката гавриш среднеспел то есть это семена предоставлены японской фирмой саката фосфосоид уже гавриш так томат f1 пинг парадайз среднеспелый индетерминантный с неограниченным ростом гибрид для выращивания в пленочных теплицах растение высокорослое мощное хорошо облиственное все так и есть плоды плоскоокруглые мясистые розовые массы до 200 грамм мякоть сочная деликатесная довольно плотная гибрид урожайный устойчив к ряду заболеваний томата рекомендуется для приготовления салатов посев на рассаду в конце февраля марта дальше уже читать не буду схема посадки 40 на 60 формируется в один стебель вот такой томата сейчас я его вот так покручу вот такой было у меня видео я вставлю ссылку в описании к видео и в подсказках может быть или в конечных заставках видео где мы взвешивали томаты сейчас я уже не протащила весы уже надо было конечно может быть взвесить но там я показывала какие томаты какой вес я тогда вставлю чтобы уже не повторяться посмотрите и разрезаем поперек вот здесь камеры такие зеленоватые очень люблю томаты зеленые камеры они я не знаю почему но они практически всегда бывают очень вкусными вот бакинские например так вот такие сейчас к сожалению бакинских настоящих в магазине купить сложно так и вот здесь вот так показываю здесь не очень получилось не разрезать нормально но здесь вот видно хорошо что здесь зеленые семенные камеры такие в общем томат очень вкусный и на кустах они у нас кстати говоря они вот такие небольшие а на кустах они висят больше у нас сейчас уже концу лета и остался у меня томат златовласка так русский огород раннеспелые и детерминатные растения требуют подвязки формирования масса плода 20 15-20 грамм окраска оранжевая ну и агротехника обычная как для всех томатов так ну и сейчас показываем так опять же вдоль здесь тоже зелененькие семенные камеры и поперек ой и наоборот вдоль так вот таким образом здесь вот лучше видно семенную камеру такая наверное неправильно разрезала так разрежем еще вот такие томаты а мы их едим живьем без соли без ничего очень вкусные томаты очень пикантный вкус немножко есть и сладость есть такой кисло-сладкий вкус и немножко есть пикантность в общем сложно передаваемое ощущение такой очень своеобразный вкус очень вкусные томаты златовласка так ну все я показала вставлю еще раз повторяю ссылку в описании на то видео где я взвешивала томаты не забывайте подписываться может быть чуть позже покажу также в таком же формате перец перец к сожалению у нас в этом году не очень но какие-то зрелые есть я постараюсь показать и болгарские и рамира и ласточку и там что у нас золотое чудо калифорнийское чудо белозерка что есть покажу на этом заканчиваем не забывайте подписываться всем удачи хорошего настроения позитивного до новых видео всем пока